Ребят, всем привет! С вами Дива. Добро пожаловать на мой канал. Помните, в конце видоса про Отель Хасбин я сказала, что не понимаю, как относиться к Радиодемону. И вот я нашла видос Алла Стор, или Алла Стор из мультсериала Отель Хасбин. Прошлая способности, характер, факты. А Алла Стор это Радиодемон, как оказалось. Я тоже не знала, что его так зовут. В общем, лайк, подписочка, колокольчик. Поехали! В данном видео я расскажу Ума Балестери, который был показан в мультсериале Отель Хасбин. Дорогуша, если бы я хотел кому-то навредить, я бы это уже сделал. Видите, надо было это очень стрёмным. Не забывайте ставить свои капитанские лайки, если хотите любить существ из самых разных мультфильмов. Я жив! Я жив! Прежде чем начать, уточню один момент. Вся имеющаяся на данный момент информация в этом видео является официальной. Я лично пересмотрел стримы с создателями Отеля Хасбин, на которых... Надо будет тоже на них подписаться, наверное. Также в качестве источников информации выступили ютуб-каналы аниматоров сериала, твиттер-проекта и другие официальные ресурсы. На твиттер надо подписаться, найти. Это будет жертовски увлекательно! Итак, кем же является наш сегодняшний гость? Знакомьтесь, Алла Стор, также известный как Радиодемон. Среди его прозвищ также значится Помпезный Говноед, Клубец, Сутенер, Улыбака и многие другие. О, понадобится куда больше! По своим манерам и поведению, наш сегодняшний герой напоминает старомодного диктора на радио. И это имеет логическое объяснение. Алластер, как и многие другие обитатели ада, не всегда были демонами. Когда-то они были вполне обычными людьми, которые из-за большого количества темных делишек после смерти не смогли попасть в рай. Например, наш герой в начале 20 века работал на радио в Новом Орлеане, штат Луизиана. Умер Жалостер в 1933 году, но в ад он попал не из-за своей работы на радио, а из-за пугающих увлечений после нее. Дело в том, что будучи человеком, он любил кромсать людей, то есть был серийным убийцей. И скоро я вам расскажу, каким именно. У меня ж мурашки побежали. Но для начала я уточню, что создательница отеля Хасбин, Вивьен Медрану, или просто Вив Зипоп, очень много времени уделяет даже самым крошечным деталям. Некоторые из которых не заметят не то, что русскоязычный, но и даже англоязычный зритель. Когда Алластер впервые появляется на пороге отеля Чарли, он упоминает биржевой крах 1929 года. Последний раз так развлекался, наблюдая за биржевым крахом 1929 года. Так много сирот. О каких таких сиротках идет речь? Сначала можно подумать, что имеются в виду последствия биржевого краха, но все гораздо глубже. Во время появления Алластера на фоне играет мелодия «You are never fully dressed without a smile». Эта песня была написана специально для бродвейского мюзикла «Энни», который в свою очередь был основан на комиксе Харальда Грея «Маленькая сиротка Энни» 1924 года. Чувствуете глубину? Но это еще не все. Обалдеть. В 1930 году комикс превратился в радиошоу, то есть зрители могли послушать его по радио. Все это дает нам не только понимание о невероятной проработке мультсериала, но и подтверждает тот факт, что Алластер в начале 20 века действительно был человеком и работал на радио. И теперь я нашел себе новое призвание. Эх, такое бы отношение к деталям в каждом мультфильме. Здраво! Стой! Ну а что там с кровавым хобби Алластера? И тут автор отеля «Хасбин» тоже сыпет в наше лицо огромное количество подсказок, в которых, правда, нужно немного разобраться. Итак, мы имеем начало 20 века серийного убийцу Луизиану и радио. По моему мнению, все эти моменты указывают на дровосека из Нового Орлеана. Свои убийства он совершал в 1919 году, а полиция так и не смогла его поймать, что говорит о том, что маньяк мог продолжить совершать свои грязные делишки в другом месте. Примечательной деталью был случай, когда дровосек пообещал пощадить всех, кто в определенный день будет слушать джаз. И как вы понимаете, в тот день почти из каждого дома играла музыка, в том числе и по радио. По словам Вивьен Медрана, Алластер при жизни имел странный кодекс, которому он следовал во время своих убийств. Так вот, у дровосека тоже был некий кодекс, по которому в первую очередь его жертвами становились иммигранты из Италии. На одном из стримов Вивьен и ее команда сказали, что при жизни обсуждаемый персонаж был самым настоящим оленем, которого застрелил охотник. Позже эту информацию перевели в разряд неканоничный. Однако при этом у Алластера остались определенные черты указанного животного, например, крошечные рожки, которые при переходе в демоническую форму значительно увеличиваются в размерах. Также, когда информация о его существовании в виде оленей была официальной, наш герой очень сильно боялся собак. После соответствующих изменений в его биографии, Алластер собак стал просто недолюбливать, ведь по заявлению Вивьена они были связаны с его смертью в 1933 году. Тут можно сделать вывод, что его в качестве человека действительно мог по ошибке убить охотник, или же его застрелили полицейские, раскрывшие его кровавое похождение. Кстати, уже озвученная ранее песня при первом появлении Алластера в отеле «You are never fully dressed without a smile» дословно переводится как «ты не при полном параде, если не улыбаешься». Это также является прямым намеком на характер героя. Улыбнись, дорогуша! Без улыбки ты считай голая! По заявлению Вивьен, и да, я часто ссылаюсь на автора мультсериала, чтобы вы помнили, что информация в ролике официальная. Так вот, по ее словам, Алластер всегда улыбается. Подобное поведение, по мнению самого демона, является проявлением силы и превосходства над окружающими. Все, кто хмурится, грустит или показывает похожие эмоции, становятся для радио-демона слабаками и неудачниками, даже если их способности по силе не уступают его собственным. С твоей очаровательной улыбкой и равнодушием ты будешь просто неотразим. Кстати, способности Алластера не знают границ. Он может телепортироваться, призывать других демонов без их разрешения, изменять пространство и время, манипулировать материи, сводить врагов с ума, мгновенно прекращать существование почти любого создания и делать бесконечное количество других страшных вещей. Даже сама Вивзипоп заявила, что она не знает обо всех силах своего персонажа и что его возможности просто безграничны. Еще это можно объяснить тем фактом, что Алластер не любит раскрывать свои силы окружающим. Как это делают многие другие демоны, лишаясь в итоге преимущества. Обсуждаемый герой не такой, из-за чего он крайне непредсказуем. Плюс такая мнимая слабость позволяет радио демону более просто поталкивать окружающих на выполнение нужных ему условий. Например, Алластер может внушить оказавшемуся в смертельной опасности существу, что спастись оно может, лишь заключив с демоном сделку. Так ты и принимаешь сделку. Да, благодаря своим способностям наш герой может взять то, что он хочет силой. Но чем труднее поставленная задача, тем слаще награда. Плюс цель, достигнутая при помощи хитрости, является для него наиболее желанной. Весь мир лишь сцена, а сцена это мир развлечений. К слову, благодаря своим способностям Алластер смог свергнуть многих могущественных демонов, которые не знали поражений многих столетий. Это мы помним. Ну а какие же у него отношения с царем Ада Люцифером? Ну что ж, на этот вопрос ответ само собой есть. И дала его, конечно же, Вивьен, кто же еще? Эти могущественные создания знакомы. Они не боятся друг друга, а напротив, испытывают взаимное уважение. Если давать чуть более развернутое объяснение, то Алластеру нравятся придурки. А Люцифер является самым главным представителем этого вида. Просто потрясающе! Интересной особенностью радиодемона является отсутствие у него полового влечения. Или, говоря другими словами, он асексуален. На некоторых русскоязычных порталах по мультсериалу встречается частая ошибка, согласно которой Алластер стал не асексуальным, а бесполым. Хотя это два совершенно разных и не связанных друг с другом понятия. К другим менее значительным фактам можно отнести следующее. Наш герой не любит, когда к нему прикасаются. Такое поведение может привести к серьезным травмам. Микрофон, который периодически можно лицезреть в руках Алластера, является его частью в прямом смысле этого слова, а также имеет свой собственный голос. Помимо убийства и заключения невыгодных сделок, радиодемон любит готовить и, как следствие, хорошо покупать. Неожиданно. В первую очередь мясо. Помимо этого, обсуждаемый персонаж умеет играть на разных музыкальных инструментах, хорошо поет и танцует. Не прочь он сходить и в театр, а из фильмов предпочитают ужастики и черные комедии. Сам Алластер тоже не прочь над кем-нибудь пошутить. А самое большое удовольствие ему доставляют неудачи окружающих. Только чтобы вновь и вновь падать, обрушиваясь вниз в горящую гиену неудачи. Это все на сегодня. Если вам понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, инстаграм и группу ВКонтакте. Вау! Ну и дерьмо! Ну что, ребят, спасибо огромное за просмотр. Если честно, я все еще не знаю, как относиться к нему. Типа, он плохой, но это ад. Там все плохие, кроме Чарли и ее подруги. Как-то сложно. В общем, лайк, подписочка. Напишите в комментариях, как к этому персонажу относитесь вы. Ну все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok